12 октября, 539 год до нашей эры. Более тысячи человек собрались во дворце царя. Самые знаменитые, самые популярные, те, которые хорошо знали Вавилон, которые знали, как был устроен Вавилон, которые знали, как работала политическая система. Они собрались для большого пира. Для большого торжества. Историки говорят, что этот праздник был посвящен Богу Дамузи. И это был тот день, когда они отмечали, что Он умер и воскрес. Праздник происходил во дворце царя. И в это время у стен Вавилона собралось большое воинство. Медоперсов, которыми руководили Дарий, Кир. И это было огромное полчищем. Они несколько раз уже старались брать город Вавилон. И они не имели большого успеха. Мы с вами уже слышали, что Вавилон – это был особенно укрепленный город. Это был город, который имел высокие стены, который имел широкие стены. Историки говорят, что несколько колесниц могли проехать и разминуться на этих стенах. Эти стены и шли более 20 фит вниз, в землю. То есть это был очень большой и очень укрепленный город. Они имели свое войско, своих воинов, которые достаточно хорошо могли обороняться. Как я уже сказал, несколько раз они пытались взять Вавилон, и у них это не получилось. Пир во дворце царя продолжался. И вот в какой-то момент царь приказывает, чтобы принесли сосуды. Золотые, серебряные, те, которые его дед в свое время вынес, вынес из Иерусалима. И вот его заносят, и народ празднует. Особенностью этого праздника было то, что царь и все вельможи, они старались всячески возвысить своего идола, своего бога по отношению к другим богам, по отношению к богу Израилева. И вот в какой-то момент, в самый разгар пира, на извести стены чертога царского появляется кисть. И царь видит эту кисть. И кисть писала «Мене-мене, текл у парсин». Именно этот библейский сюжет стал основанием для ребранта, который написал, вот вы видите эту картину, пир Валтасаря. Наша тема, наша конференция «Against all odds». И мы с вами рассуждали и говорили о том, как Бог проводил Даниила, и Сидраха, Мессаха и Авдинага, тогда, когда, казалось бы, по-человечески у них не было никакого шанса. Тогда, когда, по-человечески, все было против них. «All odds were against them». Все, что они делали, и вся эта система, и все люди, было против них. Но тогда, когда все против нас, мы имеем Бога. Сегодня я бы хотел поговорить и посмотреть немножко на другую сторону. Когда мы говорим «Against all odds», я хотел бы посмотреть на сторону Бога. Бог действует. Бог делает свое дело. Сегодня мы с вами порассуждаем об этом слове, которое кисть руки написала «Ты взвешен». Бог делает свое дело. Наверное, по человеческому рассуждению, это был не самый удобный момент. Дворцовые заговоры, переворот, война. Но среди всего этого, среди всего, что происходило в народе, среди всего, что происходило, возможно, в сердце царя, Бог делал свое дело. И Он говорит «Ты взвешен». Я хотел бы, чтобы мы сегодня, дорогие друзья, молодежь, чтобы мы с вами посмотрели и увидели три очень важных истины. Я хочу, чтобы мы посмотрели на то, как Бог взвешивает, или принципы божественного взвешивания. Я хочу, чтобы мы с вами посмотрели на неизбежность Божьего взвешивания. Я хочу, чтобы мы с вами посмотрели на результат. Итак, первый момент. Неизбежность Божьего взвешивания. Мы с вами читаем 22 текст этой пятой главы, прочитаем несколько стихов. Это те слова, которые Даниил от слова Бога или от самого Бога говорит Валтасарю, читаю с 22 текста. И ты, сын его Валтасар, не смирил сердца твоего, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, и вельможи твои, жены твои, наложницы твои пили из них вино, и ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют о Бога, в руке которого дыхание твое, и у которого все пути твои ты не прославил. За это и послана от него кисть руки, и начертано это Писание. Когда мы говорим о том, что Бог взвешивает, когда мы говорим о весах, что мы представляем? Молодежь, что вы представляете? Что это за весы? Как Бог взвешивает? Вы знаете, есть одно мнение, что придет время в конце, когда каждый человек будет стоять в этой длинной очереди, и каждый будет взвешен перед Богом, и у Бога есть весы, на этих весах две чаши. И вот человек подходит, дожидается своей очереди, на нем обязательно особенный такой вот свет, для того, чтобы его видели, и вот Бог на одну чашу весов ложит все добрые дела человека, на вторую чашу весов все плохие дела. И какая чаша перевешивает такая участь человека? Но это не совсем правильное понимание. Мы с вами читаем и видим, что Господь взвешивает уже при жизни. Бог взвесил в свое время Валтесаря. И тогда, когда он взвесил, он нашел его очень легким. Вы помните текст, который апостол Павел оставил в послании Галатам? И он говорит, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то и пожнет жатва. Это и есть тот момент, когда Бог взвешивает. И этот текст напоминает нам и говорит несколько важных моментов. Он говорит о том, что в жизни каждого человека будет жатва. В жизни вашей и в жизни моей будет жатва. Будет это взвешивание. Мы с вами прочитали, что в жизни Валтесаря был этот момент, когда Бог его взвесил. Мы с вами находим и говорим, что жатва зависит от того, что человек сеял. В свое время то, что человек сеял, он обязательно пожнет. И его взвешивание или его вес, духовный вес, будет зависеть от того, что он сеял. В свое время и дальше там в этом же тексте апостол говорит, что сеющий в плоть, от плоти пожнет тление. Сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Но здесь есть еще один момент. Апостол Павел говорит, не обманывайтесь. Апостол Павел говорит, не обманывайтесь. То есть человек может сам себя обмануть. Человек может думать, что в его жизни жатвы не будет. Что в его жизни не будет того момента, когда Бог его будет взвешивать. И апостол Павел говорит, не обманывайтесь, не обманывайте самого себя. В вашей жизни обязательно будет жатва, обязательно будет взвешивание. И Бог обязательно взвесит каждого человека. Второй момент, вторая истина. Мы с вами находим принципы. Принципы Божьего взвешивания. На что смотрит Бог? Как работают его весы? Что дает человеку духовный вес? Или духовную силу? Или наоборот, что перед Богом не имеет никакого веса? Мы с вами возвращаемся к этому тексту. И Господь оценивает и говорит совершенно о других ценностях, какие мы привыкли с вами ценить, или наблюдать, или обращать внимание. Когда мы говорим о том, что человек имеет определенный вес в обществе, на что мы обращаем внимание? На то, как человек одевается, на какой машине он приехал, где он работает, в каком доме он живет, возможно, на его статус в церкви, в молодежи. И когда мы это сравниваем, мы даем человеку определенный вес. Мы с вами видим, что Бог делает это по-другому. Мы с вами читаем эти тексты, Писание, Притчи, 16 глава и 21 глава. И мы с вами тексты читаем, которые говорят, что Господь взвешивает души. Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души. Бог смотрит на душу человека. Всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца. Бог взвешивает души, и Бог взвешивает сердца. Это то, на что Бог обращает свое внимание. Вы помните, Самуил в свое время, по слову Господа, пошел в дом Иисея. Ему нужно было найти царя. После того, как Саул отошел от Бога, после того, как он отвергнул Бога, и вот Самуил приходит, разговаривает с Иисеем и видит сыновей. И вот подводят первенца Елеава. И вы помните, Самуил сказал верно, вот он, это тот, который Господь избрал на царя. И Господь ему отвечает и говорит, не смотри на вид его и на рост его. Он говорит, я сужу не так, как судит человек. Господь говорит, что я отринул его, а Господь смотрит на сердце. Бог смотрит на сердце, Бог смотрит на душу. Давайте еще раз обратимся к нашему тексту и увидим те принципы, на основании которых Господь смотрел и оценивал царя. Мы с вами читаем, Господь говорит, или Даниил говорит слова Господа, и 22 текст, «И ты, сын его, Валтасарь, не смирил сердце твоего, хотя знал все это». Когда мы с вами читаем пятую главу, здесь Даниил говорит о том, что произошло с дедом Валтасаря, Навуходоносорем. Что с ним произошло и то, что мы с вами слышали. И вот он говорит, он не смирился. И Господь говорит царю Валтасарю, и говорит, ты, Валтасарь, ты сердце своего не смирил, хотя все это ты знал. Бог оценивает действия Валтасаря и говорит, что ты, Валтасарь, не делал правильные выводы. Тогда, когда ты смотрел на действия, на действия своего отца, на действия своего праотца, на действия, которые были вокруг. И Бог говорит, это не имеет духовного веса. Дорогие друзья, молодежь, тогда, когда мы не делаем правильного вывода из того, что происходит в нашей жизни, из того, что происходит в жизни родных, близких, друзей, Господь это оценивает и говорит, я тебе дал время, чтобы ты подумал, чтобы ты взял какой-то урок из этого, и если ты ничего не берешь, Он говорит, это не имеет духовного веса. Второй момент. Господь говорит здесь же, в 22-23 стих, Он говорит, ты, сын его, Валтасарь, не смирил сердца твоего, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес. Бог ценит смирение. На его весах, на духовных весах смирение имеет духовный вес. И наоборот, гордость, надменность, самовозвышение не имеет никакого веса. Вы знаете, когда мы смотрим на человека, который действительно смиряется, не который просто говорит, что вот я смиренный, он, может быть, не всегда имеет вес в наших глазах, но у Бога это имеет вес. И Он говорит, что ты не смирил свое сердце. Бог оценивает. Бог поставил состояние души, состояние духа в Валтасаре. Он говорит, твое несмирение, твое самовозвышение, то, что ты приносил эти сосуды, то, что ты пил из них вино, то, что ты не выбрал или не взял те уроки, которые были с твоим дедом. Это та легкость, которая была. И есть еще один момент. Господь говорит о том, что ты вознесся против Господа небес, что ты начал поклоняться богам, идолам, золотым, серебряным, деревянным. Бог взвесил его богопочитание или отсутствие богопочитания и говорит, что это легкость. Идолослужение не имеет никакого веса на духовных весах. И наоборот, это дает или придает человеку легкость, пустоту. Молодежь для нас, для каждого из вас. Когда мы говорим о том, что человек идолопоклонник, я, наверное, думаю, что каждый из нас думает, но это не для нас. Мы не поклоняемся деревяшкам, может быть, каким-то статуэткам, может быть, еще чему-то. У нас нет дерева святого, к которому мы приходим, как когда-то в свое время приходили. Но идолопоклонство – это то, кому или чему мы отдаем больше времени, больше нашего внимания, чем Богу. И это может быть что угодно. И Бог ставит это на весы и говорит, если ты не поклоняешься Богу, если у тебя есть что-то, если у тебя есть какой-то идол, это делает тебя легким. И Бог говорит, я тебя взвесил, я тебя взвесил и нашел очень легким. В последний момент мы с вами видим результат Божьего взвешивания. Мы с вами читаем 30-й текст. В ту же самую ночь Валтасарь, царь Халдейский был убит. История говорит, что действительно медоперсы, они пошли на такой вот хитрый подход к взятию Вавилона. Они отвели русло реки Ефрат от города, от стены. Там, где стена была меньше всего ограждена. И вот они под стеной, малый отряд зашли, взяли этот город, заманили как-то или переманили политическую элиту, и они стали контролировать. И убили царя, который был на то время Валтасаря. Как результат Божьего взвешивания, мы с вами видим, что в жизни Валтасаря он был убит. Последний день в его жизни Бог его взвесил, и Бог сказал, хватит. Бог говорит, достаточно. Результат Божьего взвешивания может быть совершенно разный. Я хотел бы буквально несколько моментов, чтобы мы могли увидеть, что происходит, когда Бог взвешивает. Вы помните Деяние, 12 глава, когда мы читаем о Ироде, тогда, когда он наделся в царскую одежду, тогда, когда он начал говорить, тогда, когда народ говорил, что это голос Бога, а не человека. И мы с вами читаем 12 глава Деяния апостолов, 23 стих о том, что Бог взвесил. И мы с вами читаем, но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, быв изъеден червями, умер. Результат Божьего взвешивания. Бог взвесил. Ситуация похожа, если мы посмотрим. Он возвысился, не воздал славы Богу, подумал, что он чего-то достиг. И Бог говорит, достаточно. Еще один момент. Мы с вами возвращаемся в 4 главу книги пророка Даниила, 30 текст. Тогда, когда мы рассуждали о Навуходоносоре, и вот смотрите, мы читаем Даниила 4,30. «И тот час исполнилось слово над Навуходоносорем, и отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и отрошалось тело его росою небесною, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы». Результат Божьего взвешивания. Бог взвесил, и Бог сказал, достаточно. Отличается результат от того, что получилось, что сталось с царем Валтостарем. Но Бог взвесил, и есть результат. Есть еще один момент. Я хотел бы, чтобы мы, читая, я буду прочитать, несколько текстов, чтобы мы больше взяли это к себе, к каждому из нас. Это, привет, пример новозаветний. Читаю Луки, 13 глава. И здесь тоже результат, результат Божьего взвешивания. Тогда, когда он пришел, тогда, когда он посмотрел. Читаю 6 текста. «И сказал с ее притчей, некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу струби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ, господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее, и обложу навозом, не принесет ли плода. Если же нет, то в следующий год струбишь ее». Бог взвешивает. Мы с вами видим, что он пришел и говорит, «Я приходил первый год, не было плода. Я приходил второй год, не было плода. Третий год, нет плода». О чем это говорит мне, о чем это говорит вам? Первый год, когда вы приняли крещение, второй, может быть, десятый, может быть, тридцатый, как наш плод. Бог взвешивает. Мы сегодня говорим о том, что ты взвешен. И это слова Писания, это слова Бога. Бог взвешивает каждого из нас, несмотря на наши обстоятельства. Может быть, тогда, когда нам меньше всего этого хотелось бы, может быть, в неудобное для нас время, как, наверное, было в неудобное время для Валтасаря, чтобы его взвешивать, может быть, нужно было подождать, тогда, когда Медоперсы уйдут, или, может быть, тогда, когда мир появится, или, может быть, когда станет новый царь, и он сможет куда-то уехать. Но, несмотря ни на что, несмотря на обстоятельства, Бог делал свое дело. Молодежь, дорогие братья и сестры, Бог взвешивает меня, и Он взвешивает каждого из вас. И, возможно, Он говорит, если и на этот год не принесет плода, срублю ее. Может быть, Господь по-особенному работает в вашем сердце, в вашем духе, в вашей душе, особенно это время. Может быть, момент лагеря, может быть, с начала года, может, уже с прошлого года, когда Он по-особенному заботится, по-особенному окапывает вас, по-особенному ищет подход к вашему сердцу. И придет момент, тогда, когда Бог взвесит. И наша задача, чтобы мы имели вес, имели вес духовный, то, о чем мы говорим, чтобы каждый из нас мог действительно иметь смирение перед Ним, чтобы мы имели чистое сердце, чтобы мы имели сердце, которое поклоняется Богу, которое проносит плод. Для меня история Даниила и Сидраха, Месаха и Авдинага говорит о верности этих молодых людей. Но эта история говорит мне о том, что Бог взвешивает. Бог взвешивает каждого из нас. И я хотел бы, чтобы мы для себя могли взять этот важный урок, чтобы мы были готовы, и чтобы каждый из нас имел этот духовный вес перед Богом. Благослови нас в этом, Господь. Аминь. Давайте склонимся и помолимся. Аминь.